МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От этой территории поступило немало инициатив, которые вошли в дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия. Именно здесь больше всего оленеводческих хозяйств и самое крупное поголовье северного оленя. А также здесь хорошо налажено производство сельскохозяйственной пищевой продукции, которую законодатели оценили во время экскурсии. Одним из пунктов посещения стала арктическая ферма. Сегодня здесь в комфортных условиях содержится 33 коровы и несколько телят. Этого количества поголовья хватает, чтобы обеспечить молочной продукцией социальные учреждения и магазины. На сегодняшний день мы принимаем, перерабатываем в среднем 300-330 кг самого молока. На сегодня предприятие предлагает потребителям около 15 видов продукции. Это и кисломолочный кефир и йогурт, несколько видов сыров, мороженое, сливочное масло и многое другое. Большим ассортиментом может похвастаться только предприятие «Ямальские олени», которое также посетили депутаты законодательного собрания. Бренд Ямальского района, предприятие «Рекордсмен», один из лидеров сельскохозяйственного производства в округе, на сегодня продолжает удивлять пытливого покупателя все обновляющимся ассортиментом продукции из мяса северного оленя. Сегодня насчитывается свыше 170 наименований мясных деликатесов, и все их можно найти в магазинах предприятия. После экскурсии встреча продолжилась награждением ямальцев за многолетний добросовестный труд. Почетную грамоту законодательного собрания Янау и нагрудный знак из рук Сергея Ямкина получила Валентина Серпио, учитель родного языка Ямальской школы-интерната. Ее поблагодарили за добросовестную работу и значительный вклад в развитие национальных традиций. После торжественной части депутаты и присутствующие специалисты приступили к обсуждению главных тем встречи. Ключевой доклад об основных мероприятиях по улучшению социально-академического благополучия молчительных народов Севера представила директор департамента по делам КМНС Инна Сатруева. В своем выступлении она озвучила весь перечень мер поддержки, которые сегодня включены в дорожную карту. Речь шла о качественной медицине, образовании, социальных выплатах, развитии линиеводства и сохранении традиций. Дорожная карта – очень объемный документ, включает в себя все, что касается жизни коренных народов. Каждый пункт этой программы довольно долго обсуждался со специалистами и самими оленеводами, чтобы прийти к единому мнению. Одним из таких вопросов стала инициатива, которая в свое время поступила от Ямальского района. И теперь решением губернатора она же вступила в силу. Начинается с 2020 года, 451 категория. Но благодаря серьезным усилиям муниципального образования Ямальского района, его главы, уже на сегодняшний день 450 рублей первая категория – это реальность для Ямальского и Тазовского районов. Повышение закупочной цены на мясо оленя стало большим шагом вперед для всей отрасли и для каждого оленевода в частности. Также большим финансовым подспорьем для тружеников оленеводства являются различные грантовые конкурсы и субсидии. Все это в совокупности дает хорошую базу для развития. На финансирование отрасли в 2020 году предусмотрено 863 миллиона рублей. Из них 664 миллиона на заготовку, мясо из 199 на содержание поголовья. Одной из острых на сегодня тем, которую озвучили на этом заседании специалисты администрации Ямальского района, стала ревакуация граждан, проживающих на межселенной территории к месту жительства после учебы или лечения. Такие выезды осуществляются крайне нерегулярно. Поэтому большую часть времени тундровики после лечения и других вопросов. Вынуждены находиться в поселке и ждать попутного транспорта. Специалисты предложили рассмотреть возможность закрепления прав КМНС на обеспечение транспортной доступности до мест кочевий, что не противоречит основному закону и позволит людям решить эту проблему. Законодатели приняли это предложение в работу и перешли к обсуждению других вопросов. К примеру, речь шла о повышении закупочной цены на рыбу и поддержании рыбодобывающей отрасли. Есть вопрос рыболовства, есть вопрос восстановления популяции рыбы, но еще есть и браконьерство, чтобы мы не занимались рыборазведением для браконьеров. Также депутаты обсудили вопрос об определении статуса малооленного оленевода. От советника главы района Ходяка Езенге поступило предложение разграничить понятие «малооленный» поголовьем в сто особей. Этот факт позволит людям рассчитывать на социальную помощь и важно понимать, что с таким поголовьем речь о стабильном заработке идти не может. Законодатели подняли тему трудоустройства коренного населения. Каждый год выпускаются сотни студентов из вузов и колледжей, но все ли они находят в себе применение, вернувшись домой? Нужно создавать новые рабочие места. Именно в поселках. Если не получается в поселках, нужно, может быть, создавать и в городах, чтобы могли те жители, которые выходят из тундры, находить рабочее место. Потому что самое важное, наверное, жилье очень важно, но, наверное, прежде всего важна работа. На заседании помимо представителей Ямальского района также присутствовали гости из Тазовского района и при Урале. Благодаря этому удалось обменяться опытом в разных направлениях работы с коренным населением. В частности, обсудили систему заготовки и развоза дров, а также и складирования и доставки до потребителя. Также на этой встрече были озвучены итоги вакцинации поголовья против сибирской язвы и вновь озвучена тема веркования северного оленя. Отдельного внимания удостоилась тема факторий и их назначения. В последнее время к работе снабжающих пунктов у окружной и муниципальной власти появились вопросы. Смена статуса в следующем году и изменение формы контроля сможет исправить ситуацию, уверены депутаты и ямальские специалисты. Мы в поправке закона это делаем, но, конечно, сегодня звучали вопросы дополнительные. Я думаю, что обязательно мы будем смотреть. Конечно, все в закон вместить невозможно, там все прописать. Но вот те предложения, которые звучали по факториям, они обязательно найдут свои продолжения нормативно-правовых актов нашего округа. В общей сложности заседание комитета продлилось более трех часов и за это время депутатам законодательного собрания поступило немало предложений от муниципального образования Ямальский район. Законодатели заверили специалистов, что по каждому озвученному на этой встрече вопросу комитет проведет более детальный разбор и, возможно, эти инициативы войдут в будущие законопроекты. Самое главное, которое мы подняли, это закрепить на законодательном уровне, на уровне субъекта, это ревакуация людей в тундру, для нас важно. Потом решить вопрос предоставления земельных участков под факторией, в большей части, чтобы каким-то образом сделать какие-то особые условия предоставления, потому что есть определенные риски, о которых мы здесь говорили. Ну, есть еще несколько инициатив, которые бы сейчас не хотелось озвучить, но они будут решаться в рабочем порядке. Были вопросы, были предложения, были, в общем-то, и высказаны точки зрения разные, поэтому я считаю, что все было очень здорово. Екатерина Захарова, Виктор Утрубин, Иосиф Щелоков, Ямальское телевидение, Ярселя. Субтитры подогнал «Симон»!